Тля поселяется на любых растениях, от комнатных цветов до взрослых деревьев. За сезон колония насекомых может нанести серьезный ущерб как самим растениям, так и будущему урожаю. Поэтому против вредителей применяют целый комплекс безопасных средств. В настоящее время известно более 4000 видов тли, из которых примерно 1000 обитает в Европе. Это насекомое с неумеренным аппетитом переносит опасные вирусы и провоцирует развитие аномалий у растений. Размножается тля очень быстро и за считанные дни оккупируют грядки. От ее нашествия особенно страдают огурцы, капуста, бобовые и тыквенные культуры. Молодые побеги замедляют рост, снижается плодообразование, растения чахнут и погибают. Методы борьбы с тлей Способов борьбы с тлей довольно много, однако не все из них безопасны для растений и человека и действительно эффективны. Поэтому в первую очередь следует применять методы, которые не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, желательно, чтобы при их использовании не нужно было выдерживать карантинные сроки до сбора урожая. Не забывайте бороться и с садовыми муравьями, они обычно появляются одновременно с тлей. Следует отметить, что привлечение на участок птиц полезных насекомых, высаживание отпугивающих растений применяют только для профилактики, а не для борьбы с вредителем. Божьи коровки и золотогласки не справятся с несколькими колониями тли. Некоторые огородники советуют высаживать на грядках ароматные цветы и травы, укроп, бархатцы, мяту. Однако эти растения тоже подвержены нападению тли, поэтому не могут служить стопроцентной защитой. Мы предлагаем обратить внимание на безопасные методы борьбы с тлей, которые действительно работают. Борьба с тлей народными средствами. Тля питается соком преимущественно молодых листьев и ветвей, поскольку проткнуть своим хоботком жесткую листовую пластину она не способна. Если мы будем обрабатывать молодые растения агрессивными химическими средствами, то рискуем повредить нежные побеги, поэтому лучше обратиться к проверенным временем народным методам борьбы с тлей. Вода. Используйте обычную воду, если вам нужно избавиться от тли на растениях с плотными жесткими листьями. Водой орошают кусты и высокорослые растения, подавая жидкость из шланга под напором, при этом насекомых просто смывает на землю. Забраться назад сами они не могут, их перетаскивают муравьи. Устраивайте растениям такой летний душ регулярно, пока вредитель полностью не исчезнет. Мыльный раствор от тли. На 1 литр воды добавьте 4-5 столовых ложек моющего средства для посуды, стирального порошка, жидкого либо хозяйственного мыла. Лучше использовать мыло без добавления сильных ароматизаторов, поскольку их запах наоборот привлекает вредителей. А вот дегтярное мыло со своим резким ароматом может оказаться довольно эффективным средством. Кусок мыла 100 грамм растворите в 10 литрах воды и получившейся жидкостью проведите обработку растений при помощи распылителя. Мыльно-содовая смесь от тли. На 1 литр теплой воды добавьте 1 четверть бруска хозяйственного мыла, натертого на терке, и 1 столовую ложку кальцинированной соды. Если использовать только соду без мыла, она быстро смоется под воздействием осадков и состав придется наносить заново. Настой золы для борьбы с тлей. В 5 литрах воды размешивайте стакан древесной золы, дайте настояться в течение 12 часов, после чего опрыскайте пораженные грядки. Это один из самых эффективных методов борьбы с тлей. Табачный настой против тли на растениях. Понадобится стакан махорки, табачных листьев или просто сигаретных окурков. Табак заварите в 5 литрах кипятка, оставьте на сутки и процедите. Раствор получается довольно концентрированным, поэтому не применяйте его на растениях перед сбором урожая. Собирать плоды можно будет не раньше, чем через неделю после обработки. Настой из цедры. Пол-литровую банку высушенной кожуры цитрусовых плодов измельчите и замочите на 24 часа в 1 литре воды, после чего прокипятите в течение 10 минут, процедите и влейте в ведро воды 10 литров. Для улучшения эффекта в раствор можно добавить 1 столовую ложку жидкого мыла. Острые растительные настои против тли. Тля не переносит острых блюд. Хрен, чеснок, жгучий перец помогают избавиться от этого насекомого без лишних хлопот. Корни и листья хрена мелко порубите, заполните емкость на треть и долейте доверха кипятком. Дайте настояться в течение суток. 1-2 стручка горького перца нарежьте кусочками. Залейте литром кипятка. Дайте настояться несколько часов. Чесночный настой готовить несколько сложнее. Крупную головку чеснока мелко порежьте или раздавите. Заварите 1 литр кипятка. Когда жидкость остынет, добавьте к ней 2 чайные ложки любого моющего средства или мыла и 2 столовые ложки растительного масла. Против тли эффективен настой чистотила. На 10 литров воды возьмите 3-4 кг сырой травы, растение целиком или 1 кг сухой. Дайте настояться 1-2 дня. Процедите, добавьте мыла. Настой помидорной или картофельной ботвы. Ботву томата и или картофеля мелко порубите, заполните ею емкость объемом, например, 3 литра наполовину и залейте кипятком до краев. Дайте настояться в течение суток, после чего добавьте 1 столовую ложку мыла или стирального порошка. Луковый настой против тли. 30-35 г измельченных головок репчатого лука. Также можно добавить немного луковой шелухи. Залейте 1 литром воды и настаивайте 5 часов. По прошествии этого времени добавьте 4-5 г хозяйственного мыла. Процедите и доведите объем настоя до 1 литра. Сосновый настой. 1 кг хвои сосны обыкновенной залейте 4 литрами кипятка. Настаивайте в течение 7 суток и при этом каждый день перемешивайте. Перед опрыскиванием разведите настой с водой 1 к 1. Щавель против тли. 300 г корней конского щавеля залейте 10 литрами горячей воды и настаивайте 2-3 часа. Затем опрыскайте растения. Цветочные настои против тли. Чтобы приготовить ромашковый настой, 100 г сухих стебелей и соцветий ромашки аптечной залейте 1 литром кипятка и настаивайте 12 часов. В настой добавьте 4 г мыла. Перед опрыскиванием разведите жидкость водой в концентрации 1 к 3. Неплохо справляются с тлей и одуванчики. 400 г листьев и 200 г корней цветущих одуванчиков настаивайте 3-4 часа в 10 литрах воды. Получившимся настоем опрыскайте растения. Эфирные масла против тли. В 100 мл сливок растворите по 10-15 капель эфирных масел, лаванды, чайного дерева, кедра и чабреца. Получившуюся смесь добавьте 2 стакана воды и опрыскивайте ей растения 2 раза в день. Уже спустя 3 дня вы увидите отличный результат. Опрыскивание всеми перечисленными препаратами проводят обычно в вечернее время. Растения обрабатывают обильно до полного смачивания пораженных участков. Старайтесь, чтобы раствор попадал на нижнюю поверхность листьев, где тля скапливается особенно густо. В большинстве случаев вредители исчезают после нескольких обработок домашними средствами. Однако если растение в критическом состоянии, то целесообразнее использовать промышленные инсектициды.